Новые жертвы наркотической неразберихи в Павлове. Как мы рассказывали, местное наркологическое отделение выдает какие-то странные результаты. У водителей, которых местные автоинспекторы привозят на освидетельствование, в моче выявляют наркотики, амфетамины, опиаты, морфий. Но, если водитель, который знает, что он чист, сразу же едет в Нижегородский областной наркологический диспансер и проходит там повторную экспертизу, то никаких наркотиков у него не находят, и павловские тесты опровергаются. А вот если не едет, то все, водители объявляют наркоманам. Мы рассказали уже о пяти таких эпизодах, случившихся с двумя людьми, и вот к нам обратился еще один молодой человек, ранее также ставший жертвой. Это спортсмен, чемпион области по пауэрлифтингу, и его в павловской наркологии объявили наркоманом. Я попал в аварию, ну в мелкую, и сотрудники ДПС предложили пройти с ними в нашу наркологию. Я сдал в баночку мочу, и мне сказали, мол, в нижний ехать не стоит, мол, типа, если у вас все хорошо, то у вас ничего и нет в крови, волноваться не стоит. Я сдал, я был уверен, что я ничего не принимал, и спокойной душой уехал домой. А через несколько дней мне приходит тест, ну, вернее, из полиции позвонили и сказали, что в моей моче нашли амфетамин, как и у многих. Вот, я пытался обжаловать это в павловском городском суде, пытался наставить на экспертизе волос, но суд мне отказал в проведении этой экспертизы. Судья сказал, что у меня нет оснований не верить медикам и сотрудникам ГИБДД. Я ничего подобного не принимал, поэтому я был спокойный, я очень сильно удивился, когда в моей моче нашли то, что я даже в глаза не видел и в руки не брал. Занимаюсь спортом, многое раньше занимался, много участвовал, выигрывал чемпионат области по пауэрлифтингу. Он ходил на группы, вот, заплатил штраф 30 тысяч, год и семь ходил без прав, и даже женщина, которая вела эту группу, взглянув на него, сказал, а ты тут как вообще оказался? Ты что-то не похож на наркомана. А что за группа? Ну, вот, зависимых, алкоголиков и прочих, где садятся в круг, и привет, я Антон. Я каждый месяц ходил, сдавал мочу, и все было здесь хорошо. Ну, никаких, там, повторных, ничего не было. То есть, ну, почему-то в первый раз мою мочу забрали и закрыли. А все остальные разы, когда я сдавал здесь, мою вот я сразу писал в баночку, сразу при мне делали тест, и все было хорошо. Но в тот раз почему-то так сразу не сделали. То есть, забрали, в баночку закрыли, сказали, все, счастлива пути. Когда уже делали мою при мне, да, я был уверен, что вот моя, я это вижу. А что вскрыли в первый раз? Без понятий. Ну, просто, если вкратце, сделали палку на мне. Всех людей, которые объявили наркоманами в Павловской наркологии, тех, кто сразу в областной диспансер успели доказать, что это не так, объединяет врач, который брал у них анализы. Это Маргарита Дмитриевна Шейна. И как мы выяснили, она уже была судима за фальсификацию результатов анализов. В 2012 году ее поймали при получении взятки за выдачу справки пьяному гражданину о том, что он совершенно трезв. Суд признал ее тогда виновной, приговорил к штрафу и запретил заниматься врачебной деятельностью на полтора года. Этот срок прошел, и она снова трудится на том же самом месте, где ее брали. Нас интересует ситуация, которая была с вами в 2012 году. В марте вам вынесли в 2012 году приговор. Как раз ситуация обратная, когда находят постоянно наркотики. Вылетесь, вылетесь у вас. Вы дадите работать спокойно или нет? Так вы не работаете, вы перед зеркалом поражаете. Вы перед зеркалом... Уходите отсюда. Маргарита Петровна, может быть, вы с нами поговорите нормально? Закройте дверь. По поводу 2012 года. Закройте дверь. По поводу того, что вы сделали человеку липовую справку. Закройте дверь. Ну, вам кажется, это смешно? Закройте дверь и не лазите ко мне в кабинет. Без масок. Ну, маска, выбор. Идите, заводите карты, пожалуйста. Почему такая ситуация? Вот человек, который был уже увлечен, до сих пор работает. Это раз. Во-вторых, сейчас обращается огромное количество жителей Павлова, которые проходят через вас, и у них находятся совершенно разные наркотики. В том числе, я думаю, что и Маргарита Дмитриевна находит их. Я вам еще раз говорю, молодые люди, я уже отвечал на эти вопросы. Все комментарии будут, когда проведем служебное расследование с запросом непосредственно с самим. А по поводу ситуации с Маргаритой Дмитриевной? С Маргаритой Дмитриевной я не могу пока ничего комментировать. Но вы знали, что у нее... Она работала при другом руководителе на тот момент. Но в любом случае, в публичном деле это есть у нее? Я пока ответить вам готов на эти вопросы. А нормально вообще, как вы думаете, что врач-нарколог, которого уже ловили за подделку документов медицинского характера... Все комментарии, Антон, после проведения самого расследования. Договорились? Кстати, люди, которые считают себя пострадавшими от действий Павловского наркологического отделения, сейчас все объединяются, чтобы вместе добиваться расследования всего происходящего правоохранительными органами. Субтитры создавал DimaTorzok